В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие федеральной трассы М-11, в которой принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Также участие принимали помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, председатель госкомпании Автодора Вячеслав Петушенко и глава региона, в том числе губернатор Тверской области Игорь Руденя. Репортаж с места событий. Трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург строили на протяжении 7 лет в несколько этапов. В итоге 669 километров до 10 полос движения. Мосты идеально ровный асфальт. Порядка 5,5 часов пути и автомобилисты из Москвы могут оказаться в Петербурге. Это первая магистраль в постсоветской истории Автодора, построенная с нуля и объединяющая крупнейшие агломерации. Это самый масштабный федеральный инвестиционный дорожный проект в современной России. У нас в стране еще, вообще в истории страны, в истории дорожного строительства, ничего подобного пока не было. Такого уровня, такого класса. Уже есть. Да. Не было. Теперь есть. Это, пожалуйста, гордиться. Да. Есть чем гордиться. Это совершенно очевидно, ну вы сами это знаете, сами понимаете. Будет способствовать развитию этих регионов, в котором трасса проходит. Экономика будет очень развиваться. Доступность туда. Очень быстрее. Значит, а если быстрее, у нас скорость машина идет, все знают экологию, конечно, продают и так далее. Чтобы машины могли быстрее добраться из одного города в другой, на трассе разрешено разгоняться до 130 км в час. При этом позаботились не только об автомобилистах, но и местных жителях. Там, где магистраль проходит рядом с населенными пунктами, установлены шумозащитные экраны и высажены деревья. Кроме того, трассу протянули через шесть регионов. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области, что поможет разгрузить другие дороги. Это уже почувствовали жители Тверской области. Заменинный светофор вышневолодский есть. Прекратил, когда километровые пробки стояли по городу, и когда люди дышали выхлопными газами. И это не все положительные изменения, которые почувствовала Тверская область в результате ввода в эксплуатацию трассы М-11. Среди ключевых – рост туристического потока, повышение инвестиционной привлекательности региона и создание рабочих мест за счет развития инфраструктуры придорожного сервиса. На нашей территории 55 километров этой высокотехнологичной трассы. Во-вторых, и во время строительства, и сейчас эта трасса пополняет бюджет района и города. Потому что и когда работа строилась трасса, весь подоходный налог, аренда, строители здесь работали, все шло в муниципальный бюджет. И сейчас дорожники, электрики, те, кто работает на терминалах, все сейчас зарегистрированы на территории района, обособлены подразделениями, тоже платят подоходный налог, то есть пополняют бюджет. Отметим, что накануне 26 ноября губернатор Игорь Руденя принял участие в осмотре участка автомобильной дороги М-11 Москва-Санкт-Петербург, проходящего по территории Тверской области. Сегодня мы видим, что движение осуществляется без каких-либо пробок, в достаточно хорошем скоростном режиме, очень высокое качество, безопасность дорог, пешеходные переходы, которые сделаны в развязке в нескольких плоскостях. Хотел бы отметить, что наличие трассы М-11 и ее открытие позволило на качественно новый уровень высокий поднять развитие туризма, развитие внутренней инфраструктуры. В ходе поездки участники мероприятия осмотрели многофункциональную зону отдыха с АЗК «Роснефть» в Торжокском районе, которая построена в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области и компании «Роснефть». Как отметила Игорь Руденя, в Тверской области также планируется развивать проект по строительству придорожных гостиниц и сервисов с участием малого и среднего бизнеса. 27 ноября на совещании, которое провел президент России, губернатор Игорь Руденя внес предложение по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 Тверской области. Отметим, что лидер нашего региона – эффективный лоббист Игорь Руденя регулярно выступает с инициативами на федеральных площадках. Его идеи получают поддержку. Для того, чтобы наш регион звучал, это очень важно, потому что если регион звучит, создается позитивное впечатление не только на федеральном уровне, но и создается позитивное впечатление у людей, которые живут в этом регионе. С 27 ноября для движения открылся последний восьмой участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. Теперь все 669 километров новой платной автострады становятся доступными для водителей.